Ростовый канал в команде Финнорд Роттердам, ворота Эйс Дегуй, второй номер Улис Ван Хоттел, третий Джон Де Волл, четвертый номер Джон Мэттл, капитан команды Рут Фёрст, под пятым номером Орландо Транспул, шестой номер Арнольд Холтон, седьмой, восьмой номер Гастон Таумен, девятый Йожев Киприв, игрок сборной Венгрии, десятый Роб Вички, игрок сборной Голландии и одиннадцатый Реджи Блинкер. Тренер Финнорда Вильям Ван Ханеген, а сейчас состав московского «Спартака», в воротах Санислав Черчесов, капитан команды Дмитрий Хлестов, второй номер Андрей Иванов, третий Дмитрий Попов, четвертый Бондарь, под пятым номером Игорь Ледяхов, шестой, седьмой номер у Виктора Анопко, восьмой номер у Валерия Карпина, девятый у Андрея Пятницкого, десятый, вот сейчас, внимание, стадион, на это разразился громом аплодисментов. Под десятым номером Федор Черенков и одиннадцатый номер Дмитрий Радченко, тренер команды «Спартака-Москва» Олег Романтов. Посмотрим за развитием этой атаки. Все завершилось. Все завершилось. Сразу хочу сказать, что на этой встрече присутствует президент России Борис Николаевич Ельцин. Дмитрий Радченко. Было нарушение правил. Но, к сожалению, штрафной будет пробиваться в другую сторону. Вы, уже, наверное, уважаемые телезрители, знаете эпопею, которая продолжалась 24 часа с переносом этого матча. Вот, как видите, получилось единственный стадион в России, стадион торпеды, который выручил, можно сказать, всех. Более десяти лет он оснащен специальным подогревом. Иногда приезжают все такие специалисты, но никогда эта система еще отказа не имела. Иванов Саумент помешал ему сделать навес в штрафную площадку. Конечно же, футболисты немного нервничают. Но, хотя, с другой стороны, когда вчера в гостинице «Космос», после официального заявления представителей УИФА, Старосель, на мой вопрос, как психологически отнеслись к переносу матча игроки «Партака», сказал, что они будут играть еще лучше. Дай бог. Голландцы с ничем. Мяч попал в руку, но арбитр встречи не останавливает игру. Удар поворотом. Первый удар поворотом к «Московского Спартака». Все обошлось. Первые минуты всегда волнительны. Это несомненно. И сейчас Станислав Черчевцев совершенно грамотно не спешит. Как следует, установит мяч. И игра будет продолжена. Хочу сказать, что сегодня в четверть финале Кубка обладателей кубков еще одна встреча «Атлетика Мадрид» — «Олимпиакос» — «Греция». Первая игра завершилась в ничью в Греции 1-1. Пока мяч в центре поля, можно продолжить, что в полуфинал уже вышли. И «Антвертон», сыгравший в ничью со «Стяула». Здесь наши защитники также справились. А в первой матче был 0-0. И итальянская «Парма», остановившая и возмутилили спокойствие футболистов «Спарты». Они победили 2-0, а в гостях также была нулевая ничья. Напомню, что именно «Спарта» вывела из розыгрыша «Бременский Вердер» — обладателя Кубка Кубков предыдущего сезона. Ну вот, первое устное замечание. К сожалению, у наших футболистов, у игроков московского «Спартака» желтых карточек достаточно. И если они пройдут, чего мы все искренне желаем, четвертьфинал и попадут в полуфинал, скажу, что у Дмитрия Хлистова есть желтая карточка, у Андрея Иванова, у Писарева, Анодка и Радченко. Так что сегодня зарабатывать, как говорят болельщики горчичников, не стоит. Не получилось. На первой тренировке голландцев мы разговаривали с Вилли Иван Ханнегом. Это тренер Фейнорда, знаменитый полузащитник сборной Голландии 70-х годов. Он считает, что у его клуба есть прекрасные шансы на победу по двум матчам. Так и сказал. И еще сказал, что если в Лужниках, он тогда говорил о Лужниках, по прошествии 30 минут игры на табло останутся гореть нули, то в игру войдет маяка Абику, нападающий сборной Нигерии. Вот. Это был такой экспресс-комментарий его, что значит, все-таки он считает, что поначалу его команде забить не удастся, и канадская тактика, все вперед, игра на результат, не будет установки. Может получиться неплохая контратака. Справа. Входишь в штрафную площадку, прострел. Опытный, опытный игрок Джон Мэтхот, капитан Фейнорда. Болельщики Голландии называют его Великий Лытый. Ну, я думаю, что это... Я думаю, что это понятно. Вот вы видели на ваших... этот повтор. Действительно, великий игрок. Игрок, который на поле умеет много, и самое главное, никогда не теряет самообладание. Не получился удар у Пятницкого, а бить-то он умеет. Голландцы дружно выходят. Знаем, что около восьми раз спартаковцы, играя в Роттердаме, на стадионе, который принес нам успех на этом поле, восемь, примерно, да, около восьми раз попадали в искусственное положение вне игры, но это все сглазилось тем, что Пятницкий забил мяч. Зависает мяч. Анопка. Радченко. Идяков. На скорости. Джон Де Волф, которого голландские журналисты называют пиратом за его бороду и длинные волосы. Отбирает мяч, а здесь можно бить. Удар в мяч. Браво. Вскакивают с места 15 тысяч зрителей, которые до отказа заполнили стадион, торпеда. Браво, Спартак! И так держать. Вот это начало, которое нас устраивает, еще раз видим на повторе. Еще один повтор. Посмотрел. С левой ноги в дальний угол. Отлично. Отлично показывает Ледяков. И мы говорим, отлично, Спартак. Вот это начало нас устраивает. В нашем рекламном блоке вы видели рекламу Сникерсов, который говорит, что можно перевести как удовлетворение. Вот именно это удовлетворение не только от Сникерса, но и от начала игры мы все с вами получили. Спартак не сбавляет обороты, идет вперед. Джон Деволф прерывает эту атаку. Седьмая минута. Карпин 1-0 в пользу Спартака и наша команда. Я думаю, что все согласятся, болельщики Динамо, болельщики ЦСКА, болельщики Торпеды и болельщики Локомотива, что Спартак сегодня именно наша команда. Наша команда ведет по итогам двух встреч 2-0. Голландцы, конечно же, не остановятся на этом и будут атаковать. Нарушение правил Роб Вички. Игрок, который все время улыбается, причем у него именно улыбка, а не ухмылка. Когда мы встретили его на стадионе в Лужниках, сначала мне показалось, что, как из сказки «Алиса в стране чудес», сначала показалась его улыбка, а потом появился на поле сам игрок. Это свойственно ему. Также интервью он давал тоже все время улыбается. Игрок сборной Голландии, забивший мяч ворота Федеративной Республики Германии. Будет удар? Да. Был удар. Но мимо ворот. Киприх. Игрок сборной Венгрии. Это Станислав Черчесов. Очень тщательно установил мяч. Хорошая передача. Что же дальше? Центр. Пятницкий. Да, Мэтт, когда-то оказалось несложным домашним заданием. И Эд Дегуй. Вратарь роттердамского фенорда и сборной Голландии. Именно он защищал цвета оранжевых. На последней игре со сборной Турции тогда голландцы победили 3-1. Только в этом сезоне Дик Адвокат привлекает его за национальную команду страны. Становка. Назад. Валерий Карпин. Пятницкий. Блинкер. Мэтт пошел вперед. Длинная передача. На Киприха. Идет в обогрыж. Холтон. Решили поменять направление атаки. Следует наверх в штрафную. Но от Холтон с мячом. Ледяха против него. Киприх. Сядом Химонотко. Холтон. Подключение к атаке. На грудь тебе. Все спокойно. Раченко. Не получился подкат. Спартаковцы решили подержать мяч. Конечно же это только на руку нашим футболистам. Прекрасный даже не пас пяткой а буквально касание. Чуть чипнул мяч Дмитрия Радченко. Федору Черенкову пока не очень заметен Федор к сожалению но будем надеяться что он скажет свое веткое слово в этом матче. Черчетов показывает что будет выбегать мяч ногой. Все-таки такое напряжение оно витает в воздухе. Я уже говорил о том что на этой встрече присутствует президент России Борис Николаевич Ельцин когда он появился на стадионе зрители встретили его конечно же аплодисментами. Это было за несколько минут до начала матча здесь многочисленные кордоны и я думаю все понимают это связано не только с безопасностью нашего президента а с тем что стадион торпеды к сожалению не вмещает всего 15 тысяч зрителей а желающих ну тут уж не сочтите за грубость хоть пруд пруди мне к сожалению так и не удалось выяснить вчера в гостинице Космос сколько же было продано билетов называлась сумма 50 тысяч 60 70 да это даже в общем-то и не важно важно то что интерес к этому матчу был огромный опасно пол буквально из ничего ну как же так как же так обидно да смотрим на повторе ничья 1-1 не совсем удачно наш защитник пытался вынести мяч и девятый номер Ёжев Киприк дальний угол не оставил шансов Станиславу Черчесову ай-яй-яй с острого угла попадает сильно как говорят бильярдисты от борта в лузу вот показывают болельщиков Фейнорда немножко их стало меньше потому что многие прилетели только на один день только на вчерашний день не буду уж распространяться на ту тему что игра не состоялась это уже все знают и вчера вечером они покинули столицу нашей родины а примерно около 500 человек их находятся у них специальный сектор да 14-ая минута Ёжев Киприк сравнивает счет ну вот видите какое начало сразу два мяча пас назад протаю нельзя брать мяч в руки и Эд Дегуй прекрасно это понимает Ратченко неигры я не назвал боковых арбитров это также бригада из Франции Леза Лезаш и Юмьер они помогают главному арбитру арбитру который находится в поле это Кинью И раз уж мы заговорили о тех кто сегодня обсудит эту встречу скажу что инспектор матча это Эрнст Ник из Лихтенштейна и представитель УИФА Роланд Келер вот именно этот триумфер вчера в Углужниках побродив 20 минут по полю бы не свердил что оно непригодно в игре Даланты продолжают атаковать на левый фланг перевод мяча выигрывает наверх штрафную Черчетов все делает правильно кулаком выбивает мяч подальше от своих пород но мы отход с мячом вот этот быстрый ответный гол конечно же дал какое-то определенное психологическое преимущество голландцам хотелось чтобы оно было недолгим из-за боковой сами голландцы свой клуб те болельщики которые болеют за фейнорд сравнивают с рабочей лошадкой это клуб из рабочего квартала многие игроки работают от звонка от звонка до звонка причем все и когда я спросил у голландских журналистов кто у них самый высокооплачиваемый игрок в клубе они пожали плечами и сказали что в Голландии существует такая практика мяч было нарушение правил продолжая что в Голландии существует такая практика что никому из игроков не платят большие деньги это скамейка запасных фейнорда но мы не видим главного тренера Хани Гэма надо сейчас успокоиться в протоку я думаю что сами футболисты это прекрасно понимают все-таки теряют мяч остановка назад не совсем скажем так поняли друг друга хотя вы понимаете что это уже определенный журналистский штамп Мэттхот игрок который играл в высшем дивизионе английского футбола конечно же обладает прекрасным длинным пасом и вот и вот и вот если бы игра состоялась в лужниках когда мы разговаривали с ним он сказал что у нас бы было он имел ввиду свое конечно же свое команду было преимущество потому что он ну я думаю что не стоит так уж его критиковать за большое самомнение он сказал что у нас есть игрок который обладает этим пасом но для меня передача в 50 метров это не проблема поле на московском стадионе торпеда находится в хорошем состоянии именно такую оценку дали представители UEFA и главный арбитр матча и вчера и сегодня где-то часа за полтора в этом же составе в этом инспектор матча комиссар и главный арбитр они вышли на поле посмотрели ворота все как следует обследовали и пришли к выводу что играть вполне можно ну и я думаю что те телезрители российского канала которые видели выпуск специальный выпуск спортивной парусели посвященный именно отмене матча даже что называется на глаз могут определить конечно же на торпедах играть гораздо лучше и приятнее не получается пока логической атаки которая бы завершилась ударом поворотом или хотя бы навесом штрафную площадку голландцы играют понимаете почему я сделал паузу ледяха порвался к воротам и ульвихван хоббел все-таки выбил у него мяч буквально в последнюю секунду может быть чуть-чуть порасторопнее бы следовало нашему игроку распорядиться мячом и тогда бы было бы опаснее вновь атака левым флангом но нет никого спартаковцев только один Радченко вот сейчас ходит в штрафную площадку Черенков вынужден отдать пас назад хановка в считанных сантиметрах от стойки ворот проходит мяч видел этот удар Дегуй проводил его взглядом на всякий случай отреагировав движением на него мы это подсмечем и вот длинная передача вот когда спартаковцы проходят быстро в среднюю половину поля то сразу получается опасность вот сейчас именно такой опасный момент ближний угол к сожалению в ближний угол и Дегуй парирует мяч на угловой ну что ж это уже лучше два удара поворотом буквально в течение двух минут и так угловой пятеро спартаковцев и шесть игроков обороны на верх штрафную увы безрезультатно прошло около 20 минут игры я думаю что все из вас узнают это уже стало аксимомой что только арбитр встречи определяет когда нужно дать свисток об окончании первого тайма когда и завершить встречу так вот скажу что вы смотрите прямую трансляцию творческого объединения арена российского телевидения с московского стадиона торпеда одна четвертая финала кубка обладателей кубков московский спартак против голландского фейнорда ничья один-один а на табло горят фамилии седьмая минута карпин один-ноль и четырнадцатая минута киприх один-один De Wolf по-видимому будет бросать мяч прямо в штрафную да киприх черчевцев все спокойно очень уверенно Станислав забирает этот мяч и сразу же бросает Попова Ведяхов вновь Попов была небольшая травма у Дмитрия Попова но сейчас все в порядке он в строю играет ценный игрок игрок сборной России с мячом вот видите мяч застрял в середине и нет атаки может быть сейчас Радченко игра в стенку нет этот мяч не будет засчитан этот мяч к сожалению не будет засчитан потому что боковой арбитр раньше поднял флажок офсайд Валерий Карпин очень ценный игрок именно он сделал голевую передачу Пятницкому после которой был забит мяч в Роттердаме сейчас оказался вне игры немного поторопился вот может быть сейчас конечно здесь тяжело убежать В общем-то мы с вами понимаем что игра значит очень много да буквально все и для Спартака и для Финорна но вот пока как говорится слава богу все проходит в рамках правил и мы желтых карточек не видим слышь одно устное предупреждение сделал арбитр встречи Жуэль Кинью голландскому игроку и все в порядке Виктор Анопко и Станислав Черчесов ну трудно конечно же Радченко было он был один да плюс передача еще была не совсем точной ну это не сложно Анопко очень хорошо сейчас украли мяч The Wolf Солсон не через своего капитана длинная передача на этот раз Вичхе Волс Холсон будет бить мяч попадает точно в руки Станислава Черчесова ну вот что называется на весах инициатива качается то от одной команды переходит к другой старается третинговать тут же как только теряют мяч голландцы можно играть даже сейчас можно играть Холтон да вот такое бурное начало по-видимому сказалось на футболистов очень много брака в передачах как у той так у другой команды даже здесь трудно комментировать Черчесов выходит из ворот и на линии штрафной площадки забирает мяч через Дмитрия Попова начинаются атаки кнопка фирменное спартаковское блюдо игра в стенку на этот раз не получилось еще одна попытка пас головой и вне игры обстоит у Дмитрия Радченко теперь уже атака гостей на верх штрафную борьба за мяч Черенков Манхопол персонально присматривает за Дмитрием Радченко и в первой игре в Голландии мы видели эту пару вместе думаю что и Хоббл и наш игрок прекрасно изучили друг друга за 90 минут и знают как сильные так и слабые стороны вот кто из этого извлечет пользу тот и победит в этой микродуэли досадная ошибка Попова вот он спиной четвертый номер на ваших экранах Дмитрий Попов ничья 1-1 Спартак Москва Фейнорд Роттердам 1-4 финала кубка обладателей кубков еще раз напомню что вы смотрите прямую трансляцию хорошая была передача увы не получилось результативной атаки Холтон ну здесь конечно же наших игроков больше поэтому не стоит так волноваться что собственно и делает Ановка и вновь Попов хорошую передачу сделал ему Федор Черенков игра с кем-то грубовато ну не совсем понятно понятное решение Джон Мэнсот просит выйти на поле врача Капа не принимал участия в этом чемпионате что-то с рукой за пределами поля оказывается помощь пострадавшему а игра продолжается но пока арбитр встречи не дал ни еще ни одного свистка в сторону ворот гостей я в общем-то конечно ничего не хочу сказать но факт на поле удар не получился этот удар на ровном месте прекрасно можно продолжать еще дальше здесь должна быть несомненно желтая карточка уходил же наш игрок уже чисто уходил совершенно да желтая карточка желтая карточка все верно и готовится замена в составе фейнорда вынужденная замена с холтон все-таки покинет поле а появится по 14 номерам хоррэ давайте посмотрим как спартаковцы разыграют Дмитрий Ураченко была адресована передача Бедяхов капитан команды голландцев против него все-таки делает передачу из-за боковой Иванов из-за боковой спартаковцы наращивают темп и сейчас а сейчас то за что Андрей Пятницкий лучший бомбардир кубка обладателей кубков получает желтую карточку ну что ж не будем комментировать и вновь борьба за центр поля да действительно трудолюбивая команда даже в гимне этого клуба поется о том что давайте возьмемся за руки товарищи товарищи припев такой что больше дело а меньше слов но вот здесь что называется сглазил только я в середине репортажа говорил о том что все проходит в рамках правил несмотря на то что идет четкая совершенно психологическая борьба игра нервов вот пожалуйста уже две желтые карточки уже травмы уже пошли что называется разбирательство между игроками естественно без этого не мыслим футбол но хотелось бы чтобы все-таки эмоции на поле было поменьше и неточности тоже и дяков ну и сразу перед ним несколько защитников но все-таки он находит отличное продолжение пас на фланг наверх штрафную пока второй этаж за голландцами рослые высокие игроки не оставляют возможности нашим нападающим для удара в поворот Киприх ну вот наконец-то свисток и третья желтая карточка совершенно явно конечно как клюшкой зацепил нашего игрока и еще продолжение нашел не из лучших вот заканчивается первый тайм ничья 1-1 во встрече 1-4 финала Кубка обладателей Кубков между московским спартаком и голландцами пенордом ну весь стадион сказал ну не только я один Ледяков неплохо очень долго очень долго Игорь чуть-чуть побыстрее я понимаю что он конечно же прекрасный мастер и может быть не совсем нуждается в моих советах да и сам прекрасно это понимает но мы помним что в середине тайма у него также вымели мяч буквально из-под носа и вот сейчас очень долго он принимает решение чуть-чуть совсем немного но вот этого чуть-чуть к сожалению пока не хватает будем надеяться что пока навес ну вновь голландцы выигрывают верховые дуэли дружно выходят создавая искусственное положение вне игры Таумент попов коллективный отбор мяча который увенчался успехом или дяков дальше вперед но здесь он столкнулся с одним из самых быстрых игроков голландского футбола и не сумел убежать но вот теперь и наши что называется ответили тем же искусственным обсайдом ловушкой сейчас она получилась прекрасна примерно пять минут до конца встречи ничья 1-1 попов пытался на ровном месте обыграть не получилось капитан команда ведет вперед своих партнеров налево застряли как говорят шахматисты потери темпа De Wolf хорошая передача Reggie Blinker рвался к воротам Спартака что там говорить хотя скорость-то у голландца прекрасная Черчесов все-таки дотягивается кулаком выносит мяч он возвращается в штрафную площадку и оттуда его тут уж подача от своих пород Дмитрий Радченко против него два голландца пятницкий Таумен левом ай-яй-яй ну так же нельзя надо конечно ребята повнимательнее но в своей штрафной площадке так ошибаться арбитр дал свисток нарушение правил трусцой Станислав Черчесов направляется за мячом не спешат арбитр встречи показывает что нужно побыстрее водить мяч в игру иначе он покажет желтую карточку толчок в пину совершенно явный толчок вот действительно пират так пират Девол Радченко под пяткой можно бить далековато отпустил мяч но продолжается атака поточнее бы и вот свисток первые 45 минут поточнее Итак, второй матч 1-4 финала между московским «Спартаком» и голландским «Финордом». Напомню, что творческое объединение арены ведет прямой репортаж московского стадиона «Торпедо». На табло пока ничья 1-1 на седьмой минуте. Карпин открыл счет мяч у Станислава Черчесова, а на 14-й минуте «Киприх» ответил тем же. Команды вышли на вторую половину игры без замен. Первая вынужденная замена была произведена в составе «Финорда». «Финорда» примерно в середине первого тайма поле покинул Арнольд Схолтон. Он выступал под седьмым номером, а появился Дин Хорре. Схолтон повредил себе руку в борьбе игроком московского «Спартака» Федором Черенковым. И арбитр встречи Жоэль Кинью из Франции показал, что как раз Федор Черенков нарушил правила. А сейчас угловой. У футболистов московского «Спартака» белые футболки, белые трусы и белые гетры. Гости играют полностью в зеленой форме. На верх штрафную площадку и Эд Дегуй четко забирает мяч. Что можно сказать о первой половине игры? Что поначалу было преимущество у нашей команды, которая и воплотила в забитый гол Валерий Карпин. Сейчас. Нет, нет. Арбитр не подходит к одиннадцатиметровой отметке. Который воплотил Валерий Карпин в забитый мяч. После этого игра выровнялась ненамного. Последовала ошибка и Ежев Киприх очень четко положил мяч в дальний угол ворот. Ну, находясь примерно на линии вратарской площадки. Пошла борьба за середину поля. «Спартак» пытался организовать свою игру. Игру в стенку. Было несколько моментов. В частности, у Игоря Ледяхова. Не хватало ему немного расторопности. Мог он, что называется, поражать ворота и изменить ситуацию на поле и на табло. Этого не было, увы. И вот тут случилось непредвиденное, скажем, в какой-то степени. Хотя нервы есть нервы. И они, конечно же, есть у футболистов. И без желтых карточек игра в футбол невозможна. И вот последовали три желтые карточки. Две у голландцев и одна у нашего игрока, у Андрея Пятницкого. Это у него вторая желтая карточка. А сейчас мяч трофной. Увы, он ее покинул. Это у него вторая желтая карточка. Я продолжаю, к сожалению, про Андрея Пятницкого. И в полуфинале. Если «Спартак» туда попадет, и чего мы ему искренне желаем? Я думаю, желают миллионы и миллионы болельщиков России. Да и страны СНГ ему желают. Он играть не будет. Но вот так распорядился арбитр встречи и судьба. Сейчас ворота «Спартака» слева. В атаке голландцы. Несложная была ситуация, но ошибаются они. Я уже говорил о том, что в составах команд изменения не произошли. У нас Станислав Черчесов. Ворота в Дмитрий Хлистов. Второй номер Андрей Иванов. Третий. Дмитрий Попов. Четвертый. Бондарь. Пятый. Игорь Ледяков. Шестой. Виктор Ановко. Под седьмым номером Валерий Карпин. Игрок, забивший мяч у ворота наших соперников. Под восьмым Андрей Пятницкий. Удостоенный желтой карточки. Под девятым Федор Черенков. Десятый номер. И Дмитрий Радченко. Под одиннадцатым тренер команды Олег Иванович Романцев. И спирт Норд Роттердам. Эстегу игрок сборной Голландии. Хотя сыграл за нее всего два матча в воротах. Улихван Хоббелл. Под вторым номером он персонально играет против Дмитрия Радченко. Во всяком случае так было в первом тайме. Джон Деволк. Под третьим. Джон Мэтт. Под капитан команды. Четвертый номер. Рут Фёс. Он был удостоен также желтой карточки. У него пятый номер. Орландо. Трансфулл под шестым. Играл Арнольд Холтон под седьмым. Но его заменил, я уже говорил об этом, Дин Хорре. Четырнадцатый номер у него. Гастон Таумен в восьмой. И он же в Кипре в девятый. Игрок забивший ответный мяч. Роб Вичхе. Которого не было на поле. И вот здесь уместен вопрос. А действительно играл ли он первые сорок пять минут? Он под десятым номером. И Реджи Блинкер под одиннадцатым. Тренер Фейнорда Вилли Ван Ханегем. Ну, примерно прошло десять минут игры. Точнее, второго тайма. Будем говорить так. Вичхе. Кобал. Дальний удар. На этот раз я прокомментирую так, что мяч попал не в Станислава Черчесова, а Станислав Черчесов оказался на пути мяча. Это очень важно для вратаря выбрать именно правильную позицию. От этого зависит многое. И не тот вратарь хорош, который совершает эффектные прыжки и броски по воротам, а тот, кто играет надежно. Надежно это самое главное. Ну, по первым минутам второго тайма примерно такая же картина, как и в середине первого. И вот может быть сейчас она изменится. Ходит в штрафную, режет угол. И угловой. Чуть-чуть не хватило скорости. Здесь, вот как говорят, как у Мерседеса. Была бы запасная. Переключил и вперед. А вот, к сожалению, как на одной из наших машин. Олег Иванович Романцев на ваших экранах был только что. Угловой подает Ледяков. Очень долго замахивался Пятницкий. Украли у него мяч. Прочитал эту комбинацию. Защитник идет вперед. Там! Убегай, убегай! Встает в стадион. Честно говоря, я тоже стою и... Сажусь. Кто-то аплодирует, кто-то хватается за голову. Но что здесь можно сказать? Можно действительно аплодировать Эду Дегую, голкиперу Фейнорда, а можно немножко и пожурить нашего игрока. Вичхе. Карпин. Убежит. Останавливается. Ждет подмоги. Соверштрафную нет. В Ледяхову предназначался этот мяч. Ему. И вновь Карпин. Вынужден отдать назад. Пятницкий борется за мяч. Покидает пределы поля мяч. Скажу, что в первом тайме было 5 ударов по воротам. 5 ударов по воротам Московского Спартака и 6 по воротам Фейнорда. В 4 ворот попало 5 мячей. В 4 ворот Московского Спартака и 4 ворота Фейнорда. Отраженные удары воротарями, но здесь не только прямые удары, но и те удары, когда воротарь выходил на перехват. 6. У нас и 2, у них. Я читаю эти сведения, которые мне предоставили корреспонденты газеты Спартак. Это Павел Зародный и Сергей Королев. Очень внимательно ребята следят, ведут статистику этого матча, за что им большое спасибо. В общем-то, правильно говорят, что статистика в некоторой степени большой обман, но картину на поле она отражает. А вот совершенно неожиданно, что в штрафных ударах было 10 и с той, и с другой стороны. А вот похоже, что 11. 11-й, 11-й. Да, спартаковцы ведут мяч в игру. Скажу также, что москвичи оказывались вне игры 4 раза, а голландцы 2. Бондарь. Длинная передача в направлении Ледяхова. На вход. Ну, конечно же, для этого игрока, который играл в английской, будем говорить так, высшей лиге, борьба за верховой мяч, это как хлеб с маслом. Угловой торопятся голландцы. Конечно же, они понимают, что этот счет их не устраивает. Скажу еще раз, что Валерий Карпин открыл счет с забитым мячом в ответном матче, а Киприк сравнял результат. Угловой. Шесть голландцев в нашей стропной площадке. И вот она, половина команды, вратарь. Вовремя вышел из ворот, перехватил мяч, и напряжение тут же сейчас должно произойти у противоположных ворот, если бы поточнее был Виктор Анопко. Моментальный ответ. Бондарь. Хорошо. Попов. Вот они, крайние полузащитники, от которых зависит очень многое, так же, как и от голландских крайних защитников. Назад. Раченко получается, что получил удар по лицу. Ну, действительно, этот у них Джон Деволс, я вам скажу. Шпират так пират. Мэтт, вот, пошел вперед. Штрафной. Дальше. Не последовало продолжение. А момент был опасный, очень опасный. Это Гастон Таумент делал передачу в расчете на то, что кто-то из его партнеров подставит ногу, и счет изменится. Это темнокожий нападающий действует на планге. 22 года ему. Он был выращен в школе Фейнорда. В свое время был одним из ключевых игроков сборной Голландии, которая в Барселону не пробилась. Сейчас у кромки поля появляются и врач, и массажист московского Спартака. Они показывают Олегу Романцеву о том, что требуется замена. Дмитрий Хлестов получил травму, но игра-то продолжается. Бондарь и Реджи Блинкер похлопали друг друга, а вот и пострадавший. Задняя поверхность бедра классическая травма. Квички, как правило, оказываются в мяча в момент нарушения правил, а вот больше в игре мы его не видим. Хотя вот турецкий сборный в последнем матче своей команды он забил два мяча. Станислав Керчевцев также оказывается на газоне, и у него травма, но арбитр этого не видит, и игра продолжается. Нет, встает Черчевцев. Держится руками за лицо. Что же произошло? Столкнулся с нападающим, получил удар Радченко с мячом. Мяч это у противоположных ворот. Опасно! Как опасно! Подкручивал Дмитрий. Вот сейчас мяч покидает пределы поля, и Жоэль Кинью направляется к нашим воротам. А мы смотрим с вами повтор этого момента. Момент, после которого мяч мог оказаться в сетке ворот. Вместо Клистова на поле вышел Мамедов. Но, как говорится, слава богу, что Станислав Черчевцев пришел в себя, вышел из состояния Гроги, в котором находился несколько минут. Более 15 тысяч зрителей присутствует на московском стадионе Торпедо. Температура в Москве плюс 3. А вот в Голландии, я говорю со слов голландских журналистов, было плюс 20. Вчера, во всяком случае, так они нас заверяли. Бондарь хорошо подстраховывает своего партнера, и мяч выходит из игры. И в первом тайме мы видели подобную картину, когда Станислав Черчевцев не торопился, за что орбитр встречи сделал ему предупреждение. Одно уже устное предупреждение было, поэтому может последовать желтая карточка. У Станислава их нет. Так что будем надеяться, что в полуфинале то он играть будет, но все-таки не стоит лишний раз. Киприх с такого угла и в борьбе с защитником, конечно же, было попасть трудно по воротам, и все-таки это опасно. Южев Киприх забил два мяча в Лужниках Станиславу Черчевцеву в отборочном цикле. Многие это помнят. С левой ноги. Вички. Вот еще не доставала еще одна травма. Ну что ж такое? Просто как рок какой-то. И мяч не держим, и травмы все время получаем. Вот Вички. Ну уже видим, что проигрывает, но почему же он идет на столкновение с игроком? Вот я говорил про его знаменитую улыбку. Оказывается, он не только улыбаться умеет. Но никак не получается. У Спартаков тут своей фирменной игре, да уж не только фирменной, хотя бы какой-то мяч подержать. Нужно успокоиться, прийти в себя. Сейчас инициатива Ивалдеют Голланд, они больше держат мяч. Рядом находился арбитр, видел, что было нарушение. Явное нарушение. Блинкер. Метов, что-то объясняется Жоэлем Кинью. По-видиму, недоволен решением арбитра. Вилли Ван Ханегем. Мы уже говорили об этом тренере. Недавно он работает с этой командой. Но добился определенных успехов. Финнорда. Конечно же, Финнорду трудно сражаться с такими монстрами, как они сами говорят, это с Аяксом и Инховеном. Но все-таки это возможно. В Роттердаме, правда, есть еще одна команда, это Спарта. И вот что интересно, болельщики Спарты никогда не придут на стадион Финнорда. И наоборот, болельщики Финнорда никогда не появятся на стадионе Спарты. А вот сейчас Станислав Черчестов забирает мяч. И несмотря на то, что на трибунах присутствует 15 тысяч болельщиков московского Спартака, все-таки я думаю, что вся Россия болеет именно за эту команду, потому что Спартаковцы наши последние. Именно надежда. Спартаковцы с мячом. Радченко. Карпинт. Черенков. Не получился у него обыграть защитника. Но мы, конечно же, знаем, что если этот игрок находится в форме, то мяч у него забрать практически невозможно. Умело прикрывает корпусом. Все видит на поле, посмотрит, сможет сделать передачу пяткой, да как угодно. Может обыграть, но, что называется, на носовом платке, на пятачке. Валерий Карпинт. Валерий Карпинт. В первом тайме, простите, в первом матче получился, называется, в глаз, в буквальном смысле, этого слова. Ну, можно бить. Что, в общем-то, и сделал Дмитрий Радченко. Но попал в Дегуя. еще. И вновь вратарь. На этот раз Игорь Ледяков экзаменовал от Дегуя. Да. Ну, как угодно, можно сказать, Игорь, Игорек, но забивай, но, наконец-то, не получается. Увы, не получается, а такие моменты, конечно же, нужно использовать. Посмотрите, еще раз, в упор. Выбегает ногами вперед, вратарь уже, казалось бы, все, он ничего не видит, мяч попадает в руки. Тут же Игорь Ледяков и вновь вратарь-победитель. На и отход. Весь второй этаж, не его. Да, тут можно посоветовать первый и последний этаж не предлагать, а здесь Анопка. Анопка. Желтая карточка. Да. К сожалению, констатирую, Виктор Анопка, желтая карточка. Предупреждение, которое будет занесено в протокол сегодняшнего матча и также, как и Андрей Пятницкий в полуфинале чтобы не сглазить, он играть не будет. Ну вот видите, как может получиться, что первая победа окажется и команда выйдет в полуфинал, а играть-то некому. Длинная передача. Не хватает скорости Игорю Ледяхову. Он и сам это понимает в отчаянии. Ну что делать? Голландцы здесь быстрее в этом эпизоде. Здесь, конечно же, может быть строить, имеет смысл перестроиться, похитрее немножечко сыграть. Ну вот сейчас мяч дольше задерживается у футболистов Спартака. О, Черенков. Почувствовал бы он вкус к этому, что называется, аккуратно очень необходим. Практически безошибочно играет джигуй. Ничего нам не оставляет, а? Или везет ему так. От этого тоже очень много зависит в спорте. Ну уж казалось бы, сейчас все, обыграли. Пошли в штрафную. Вратарь выскочил. Паузы не хватает, возможно. Паузы, той паузы, которая делает чудеса. Напережение. Все правильно. Меткот. Квички. Точная передача. Мамедов. Так, горяча вперед. Убежит. Убегает, но перед этим был Хвистов. Попадает мяч в голову Дмитрию Радченко. Ну уж не знаю, как это расценить. Не столь и специально голкипер Финордов ударил в затылок нашему игроку. Но видим факт на поле. Дмитрий Радченко пока не встает. Арбитр показывает, что можно продолжать игру и не разрешает и массажисту, и врачу Спартака появиться на поле. Длинная передача. Станислав Черчесов. Уверенно, спокойно разряжает обстановку. Гораздо больше нервозности во второй половине, чем в первые 45 минут. Да это и понятно. Голландцам, что называется, нечего терять, и раз уж у них такой рабочий гимн, скажем так, кроме своих цепей. А цепи-то у них понятно, это счет, который их никак не устраивает. Киприх хорошо держит мяч. А вот передачу можно было сделать поточнее. Бондарь. Просто, но надежно. За пределы поля. Но мяч быстро возвращается. По-моему, показывает Станислава Черчесова, а я из комментаторской кабины вижу, как Дмитрий Раченко и Иван Ходилл сходит с парочкой. Повтор. Еще один угловой. Не так. Много времени остается до конца ответного матча. Напомню еще раз, что вы смотрите прямую трансляцию, организованную творческим объединением арены российского телевидения. Четвертьфинальный матч ответный между московским Спартаком и голландским Финордом. Ничья 1-1. Радченко организовывает контратаку Черенков. Четверо спартаковцев и четверо голландцев. 4 на 4. Передержал мяч. На скорости был, конечно же, трудно было сделать передачу. Я имею в виду нацеленную передачу. Так-то лишь бы куда это можно. нарушение. Готовится еще одна замена. Вот этот нападающий 12 номер Апику, который по замыслу Ван Ханнегеме должен был внести изменения в игру еще в первом тайме, но если бы счет был 0-0. Атака 1-1. И вот он появляется только сейчас. Майка Апику, нападающий сборной Нигерии. Ну что ж, посмотрим, что это за тайное оружие голландцев. Плотной группой стоят футболисты. Но наших больше. И это радует. Блинкер покинул поле. А Джон Мэтгос навешивает штрафную в ВИЧке. Пытался сбросить своим партнерам. Этого не получилось. Киприх. Кто видел жест арбитра, тот его поймет без перевода. Толчок. И спартаковцы введут мяч в игру. Длинный такой разбег. И на чужую половину. Волв. Не проигрывает этот защитник верховые мячи. Вне игры, вне игры было. Арбитр поднял. Ложок боковой арбитр, но судья в поле видел, что с мячом Спартаков-то и свистка не дал. Ледяков. Настряли. Пятницкий. По ногам. Явный был удар по ногам. Еще один. С косой, что называется, встречает. И что же здесь? Пас назад. Пас. Куда же пас назад? Ну зачем же так затечить? Ну не знаю, может быть, сочтете это за штамп, что это фантастика, но это действительно так. Посмотрим еще раз. Ну тут как в сказке про колотка. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, от всех ушел. Ну сделай же передачу. Не следует удар по воротам. Мяч попадает в защитника. Все-таки к нашему игроку и с линии ворот. Второй номер выручил. Хопбал. Он-то молодцом, а вот мы... Трагедии из этого делать не стоит, но хотелось бы, чтобы все-таки счет был в нашу пользу. Продолжается встреча. Прямой ногой. Не замечает арбитр вот такие мелочи, которые могут стоить нам здоровье наших игроков. Траченко. На этот раз не лежит, а сидит уже. Вперед, вперед. Побыстрее, побыстрее. Извиняется Джон Девол. Зрители начинают скандировать «Спартак! Спартак!» Виктор Анопко ведет мяч в игру и за боковой. Нет. Оставил Валерию Карпину. Серия таких следует мелких ошибок, которые приводят к тому, что с мячом оказываются голландцы и... В атаку они идут, что называется, с открытым забравом. Вперед. Траченко. Мэтт вот без труда. Как открытую книгу. Вичхе. Будет удар. Да, видно было. Да. Да. От вороты. Вновь мы видим похожую картину. Не торопясь. Я говорю, это не для того, чтобы критиковать наших футболистов. Вот, мол, какие они нечестные выигрывают по результатам двух матчей и не торопятся. Это совершенно понятно. Это известная тактика. И такие маленькие хитрости порой приводят к большим победам. Сквозь. Но голландцев-то понять можно. Им терять нечего. Они уже маловероятно того, что попадут. Дальше куда-то сделают еще один шаг вперед. А нашим футболистам стоит подумать о своем здоровье. Потоньше. Так, как играл знаменитый Круив, который заканчивал свою карьеру именно в этом клубе. Получает мяч и сразу передача, если видит, что защитник его опекает чересчур жестко. Черенков нарушает правила. И вновь Метхот у мяча. Не знаю, слышите вы это или нет, а 15 тысяч болельщиков московского Спартака скандируют имя Федя, Федя. С удовольствием присоединяюсь к этому кличу. Побыстрее, побыстрее. Жуэль Кинью так уже не просит, а требует, чтобы вводился мяч в игру. Раченко. И, конечно же, с ним рядом Ван Ходов. Да не только не он один, ему еще и помогают. Сокин. Раченко. Только с помощью нарушения правил отнимают у него мяч. Руд Хиос уже имеет предупреждение в первом тайме. Рискует оставить свою команду в меньшинстве. Ну что ж, примерно 10 минут остается до конца встречи, ответной встречи между московским Спартаком и голландским Фейнордом из Роттердама. Ой-ой, ну что же! Ну здесь, как говорится, сам Бог велел. Здесь промахнуться было гораздо труднее. Да. Вот оно, логическое завершение. Вот оно, завершение которого мы ждали. Вот он, сатюсфекшн, вот оно удовлетворение. Московский Спартак все-таки выигрывает. Задавили. Молодцы. Неожиданное решение. Вот нестандартное решение, понимаете, удар в ближний угол и Эст-Сибуль, который прекрасно играл на выходах, не справился с этим заданием. Валерий Карпин добил мяч в ворота. Два мяча. Ну, не буду тут лукавить. Теперь нужно подумать о следующем шаге, о полуфинале. А вот этого делать, конечно же, совсем не надо. Я говорю о ракетницах, которые, о ракетах, которые появляются над стадионом и падают на поле. За это может быть наложен штраф. Спартак и так понес убытки от того, что игра была перенесена. И сейчас Уэфа следит за этим строго. Ушел Радченко. Видел Дима, что находится игрок слева, но не дал ему пас. Да, 62-я минута. нет, нет, но давно появляется надпись Ледяков. Этот игрок сейчас нарушил правила, и этот игрок вывел Спартак. Вперед! Мой отход. Как себя поведут сейчас голландцы? Пойдут вперед для того, чтобы сохранить, что называется, свое лицо или начнут грубить? Для того, чтобы не сохранить лицо наших игроков? Хотелось бы, чтобы было все-таки первым. Нарушение правил. Арбитр встречи показывает, что нужно торопиться. Побыстрее, побыстрее, его-то мы понимаем, но он-то должен понять и московский Спартак. Ребятам совсем не хочется рисковать ни своими ногами, ни своим здоровьем. Виктор Анопко. Валерий Карпин. Не получилась передача. Да, вот. Поймите меня правильно, я совсем не посмеялся над Ванна Хеннегеном. Я просто увидел его лицо и вспомнил нашу первую встречу. Чуть-чуть позже об этом, а сейчас будет передача. Пас назад. Удар поворотом. И мяч уходит, а вот здесь сейчас начинается потасовка. Ну это-то зачем? Надо успокоиться. Надо беречь свои нервы. Федор Черенков. Ну на этого игрока, ну от него никак нельзя ожидать. Я представляю, как его нужно было терроризировать на протяжении всех 90 минут, чтобы этот игрок ответил. Да у него, наверное, за всю жизнь ни одной красной карточки не было. И вот она появляется. Жоэль Кинью. Сейчас мы наверняка увидим повтор этого момента. Джон Мэксов что-то объясняет арбитру. На нервах проходит концовка игры. Толчок в спину. Ракченко Девольфа толкает. Идет разбирательство. Но нашим игрокам нужно отойти всем на свою половину поля. Зачем же сейчас-то в этом уже понимать? И красная карточка. Кому в этой толпе трудно разобраться. Джон Деволт. Пока не могу понять. Еще раз смотрим. Толчок. Дальше что? Олег Романцев. Подзывает к себе Валерия Карпина. Делает ему внушение. Но надо успокоиться. Успокоиться нужно. для нас складывается все хорошо. Ван Хоппл покинул поле и команды продолжат игру в равных составах. Ну не буду говорить о том, что украшает, это не украшает матч. Что произошло, что произошло. Давайте играть дальше. Голландцев с мячом. Длинная передача. опять нарушение. Московский спартак. Скандируют трибуны. Все верно. Московский спартак. Московский спартак выигрывает в ответном матче 1-4 финала Кубка обладателей кубков у голландского Фейнорда. Карпин и Ледяхов отличились в нашей команде у гостей Кипри. И встречу доигрывают клубы уже в десятером. Федор Черенков и Ван Хоппл после потасовки, которая произошла буквально несколько минут назад в штрафной площадке. Голландцев покинули поле угловой. Черенков трудом дотягивается до мяча. Удар в высший ворот. Простите, это был Черчетов. Дотягивается до мяча и удар в высший ворот обил поворотом Орландо Транскул. Шестой номер. Действительно игра нервов. Снял Станислав мяч с головы нападающего, но недалеко он попал прям на ногу Транскулу. К счастью для нас промах. Голландцы продолжают штурмовать наши ворота. Пока не видно тайного оружия Апику нигерийца. То есть на поле он, конечно, присутствует, но вот не видно и от него активных действий перехват. Дима Радченко не совсем удачно. Мэй отход Одна ошибка, другая. Даже фамилии игроков трудно успеть назвать. И вот такое противостояние в центре поля разряжает же Эль Кинью, арбитр из Франции. Он смотрит на часы. Нам бы очень хотелось, чтобы они показывали, подсказали ему о том, что время уже завершилось, но только арбитр определяет, сколько еще осталось, сколько нужно играть. Навес. Все игроки сейчас Спартака на своей половине поля. Анопка на край. Попов убегает. Дальше. Еще дальше убегает. Блокировка. Совершенно верно. За руки поднимают защитники Метхуд и Девоз нашего игрока. Андрей Пятницкий, получивший, увы, вторую желтую карточку из-за боковой. Ну вот сейчас можно в какой-то степени перевести сдук и сказать о том, что художник в Тульской области Кистинь и Стекладов Анатолий Антонов Юрий установили приз игроку московского Спартака лучшему в составе нашей команды. Они сделали ему, ну конечно, раз вы догадались, что они в Тульской области, они сделали ему хрустальный самовар. Что же здесь? А здесь-то что будет? А здесь ничего нет, а здесь мячом был Вичке. А сейчас Дмитрий Радченко, Дима, и вот сейчас через несколько минут, даже через несколько секунд на Добло появится счет 3-1 и фамилия Дмитрий Радченко. Очень старался Дмитрий. Все дело для того, чтобы забить мяч, даже может быть иногда грешил тем, что не делал передачу. Было положение вне игры, но он был пассивный, арбитр встречи совершенно скроветливо на это не обратил внимания. Радость. Конечно же радость и на лице нашего игрока, и на лице у тех зрителей, которые заполнили полностью Московский стадион Торпеда. И вот нам показывает президента России, который тоже же доволен, безусловно, исходом этой встречи. Борис Николаевич Ельцин. Все. Финальный свисток. Московский Спартак вышел в полуфинал. В полуфинал Кубка обладателей Кубков. Сначала на седьмой минуте Карпин открывает счет, но Киприк сравнивает его. Ледяков на 62-й минуте выводит нашу команду вперед и Дмитрий Радченко на 90-й минуте за несколько секунд до финального свистка забивает третий мяч. Вы видите как команды обмениваются майками на память. Борис Николаевич приветствует болельщиков «Борис Николаевич»